Садись, привет. Здоровайся. Привет, привет. Садись, кушай. Сварила пацанам супчик такой С лапшой, с картошкой. Ромка с сухариками ест. Давай. Сын наш еще на работе. Сейчас придет. Давай. Ромка уже пришел, вернее, отработал. Пришел со школы. И он здесь с ним. С горем пополам уроки. Все как всегда, да? Садись, кушай быстрее. Еще как. Го, не хотим включать вообще никак. Только о спорте думаем. Опоздаем мы на спорт или нет? Опоздаем или нет? О уроках вообще не думаем. Не думайте о спорте, уроки делай. Давай быстренько кушай. Уже остудила себе суп, давай. Быстренько кушай. Говори. Мне нужно не такую школу, а спортивную школу, активную, чтобы спорт только делал. Тебе бывает, да? Тебе не в Германии. Кушай, пожалуйста, супчик. Ну, знаешь, какие были школы? Ну, что, у нас среда. Мы сначала на плавание, потом на легкую атлетику. Давай быстрее, Ромаш. В общем, спешим, опаздываем уже, пока уроки доделали. Вообще, кошмар какой-то. Давай быстренько. Что-то я сегодня вообще ничего не успеваю. Какой-то день у меня самотошный. Роману столько заданий по нас задавали. В общем, что-то в школе не успел сделать. Тоже меня спрашивали, почему столько много задают. Что-то не успевает школить сделать. Надо дома доделать. В общем, очень много заданий. Вот мы прям притык умялись. Прямо бегом-бегом доделали. Домашнее задание. Сейчас я его вот отвела в школу. Ой, в школу. На плавание, в бассейн. Пробежала домой. Сейчас быстренько смонтирую вам видео вчерашнее. Попью чай, поем салат и побегу забирать его на легкую атлетику отведу. Саша спит с ночи. Ну, он вставал, там был с нами, обедал. Сейчас опять лег спать. Давит еще на работе. Сейчас придет, его тоже нужно будет кормить. В общем, я как эта пилка в колесе с утра, я вообще никакая была. Болела сильно. Сейчас выпила таблетку, полегче стало. Но полежать мне не дают ни в какую, никак никто. Поэтому приходится все делать. Вот так вот таблетку выпила, побежала. Ну, пока что нормально вроде себя чувствую. Надеюсь, сегодня отлежусь, потому что у нас завтра есть кое-какие планы. Мне нужно тоже запись там кое-какая послезавтра. Нужно будет печь пирог, потому что в школе тоже будет предстоит Рождество. Ну и все вот в этом роде, короче. Вот такая вот суета постоянно. Надеюсь, быстрее уже встать в круги свои, а вот вернуться, в общем. Написали мне, Настя, мамам болеть нельзя. Да, я тоже так всегда говорю. Но, к сожалению, в этот раз сломило. Что-то меня прям в этот раз сильно сломило. Давидка тоже у меня, кстати. И на выходных вот и сопливил, и кашля. Сейчас получше немного. Заразу, какой-то дети мне домой принесли. Вот, вот и болеем. Все, пошла чай пить, монтировать видео. Потом, как сказала, побегу за Ромкой. Ну что, Рому забрала. Отвела на тренировку, на легкую атлетику. Иду. И вот думаю, мне детям нужно булочки купить на завтра. В такой ветрище не хочу идти никуда. Думаю, может быть, сесть в машину, да, на машине съездить быстренько в магазин. Купить булочек, хлебушка. И домой. Потому что, ну, сил вообще никаких нет. На улице еще ветрище. Прохладно. Ужасно. Так что, да, наверное, так и сделала. Сейчас сяду в машину. На машине съезжу. По-быстренькому. Рома еще упал. И поранил себе пяточку. Что-то там кожу содрал. Что-то такое. Ну и, в общем, носок было больно одевать. Потом в кроссовок больно одевать. Я говорю, давай не пойдем на легкую атлетику. Пошли домой, раз у тебя ножка. Он говорит, нет, я хочу на легкую атлетику. Ну и вот. Отвела. Ну, хорошо, у него носки такие толстые. Он говорит, я в носках буду бегать. Я говорю, ну, иди. Сказала тренеру, что у него ножка там поранена. Она говорит, ну, ладно, пускай в носочках. Так что пошел. Никаких прогулов, никаких отлыниваний. Болит, не болит. Пошел ребенок мой. Ой, там нас в школе нарядили. Я смотрю, звезды какие-то сделали. Потом в столовой тоже нарядили красиво. В общем, уже преображается потихоньку. Здесь потихоньку тоже наряжают. В общем, не поехала я никуда. Села машину. Ну, хотела завести. А у меня, оказывается, аккумулятор сел. Ну, мне-то кажется, я не знаю, что там случилось. Мне кажется, аккумулятор сел. И завелась машина. Саша пришла, сказала. Саша сказал, посмотрю. Потом. Села. Налила себе чай. Сижу, чай пью. Пешком не захотела идти. Мандаринки кушаю. Смотрю видосы. Думаю, отпустила ситуацию. Думаю, ничего. То, что есть, то есть. В общем, дома не поеду никуда. Не пойду пешком. Вот так вот. Так что. Вот такие вот у меня дела. Сегодня будет очень короткое. Короткое видео на сегодня. Что ж я вам хотела рассказать. Забыла совсем. Про календарь, который Саша заказала. Я же его хотела назад отправить. Все оформила. Возврат. Написала, что там дефект. Мне написали на следующий день. Давайте мы вам сделаем 30% скидку. И вы его оставьте себе. В общем. Когда я оформляла возврат, мне прислали этикетку. И я должна была за свой счет, в общем, отправить, распечатать эту этикетку. И отправить ее, в общем, этот календарь назад. За свой счет. Ну и у нас, как оказывается, что-то там случилось с нашим ксероксом. Или как он там называется, в общем. Давид говорит, что-то он не реагирует, не подключается. Сигнала нет. Подключение. Надо что-то с ним, в общем, разобраться. Думаю, блин, где теперь эту этикетку распечатать? Плюс заплатить там сколько-то, я не знаю, 4 евро. Или сколько за свой счет отправить назад. И они мне там вернут. Ну и, в общем, с утра вот такое предложение поступило. Я думаю, ну ладно, оставлю тогда его дома. Заклеила его весь там, вроде сложила. Вроде как нормально. Потом мне кто-то написал из подписчиков, что, Настя, переложи его в другой этот. И все. И типа, и можно открывать, да. Мешочки там есть специальные какие-то там купить. Коробочки для календаря. Но я вот еще думаю, может быть, я что-то придумаю. Может быть, так оставлю. Но я его оставила, в общем. Этот календарь. Конечно, обидно, что вот так вот. Но на самом деле, что сейчас все практически посылки приходят в таком состоянии. Все разорвано, все поломано. Уже сколько в последнее время. Постоянно ни одной посылки нормальной не было. Ну как, нет. Через одну, наверное. Как будто правда на них там прыгают. Вот так вот. Так что календарик остается. Нет, закутался. Холодно. Мы ходили, Ромку забирали. Вышли, дождь начал. Смотри, такой резкий, еще так крупненький. Ветер, да. А Роман хотел еще в гимназии бегать. После плавания, после двух часов тренировки легкой атлетики, еще и пятка травмирована. Он еще и хотел... Роман, сюда побегать. Хотел побегать. Роман, хотел еще побегать. Как твоя пятка? Расскажи, ножка твоя, как ты ударился? Нормально сейчас? Угу, не болит. Не болит? Ну, слава богу. Он, в общем, прыгнул в бассейн, а там была ступенька. И пяткой содрал кожу сзади. Там что-то как-то вот так. В общем, ну, было больно. Он носочек одевал, больно прям было ему. И он в носках просто там занимался. Сейчас на легкой атлетике. Так, папа сказал, со мной, в общем-то, изволил пройтись. Он бы, может, не пошел, но думает, слишком это отлынивать уже. Ну, я пошел, как это, что ты не можешь. То, что из-за того, что меня проводить надо. Да. Что я буду бухтеть в темноте. Тебе меня не жалко. Я вот одна. По темноте. А вдруг меня украдут. Душка скажет, я доплачу, пусть заберу. Ну, вот такой вот у меня муж. Видите, что говорит? Что-то я не пойму, то ли со снежком идет что-то. Вот так. Пошли, котенок. Что у нас здесь происходит? Вот видите, уже дальше наших парковок пошли. Вот там вниз. Вот здесь вот. Они здесь еще не копали, когда интернет вырвали. Он сегодня вот здесь вот где-то. Он сегодня вот здесь копал и мне сказал, интернет есть? Потому что уже не было. Груз соседей. Вот видите, как прыг... Все. Смотри. Он сюда сейчас прыгнет вниз? Прокопать вдоль трубы чуть-чуть. Делаешь резко вставку. Какую? Тоже нею. И зачем? И бесплатный газ с тебя издалить. Как? Без шетчика. Как придумаешь, что-нибудь. Хороший? Нет, бесплатно мне все нравится, что бесплатно. А как это делать, конечно, я это не буду. Да, вот как. Дюльку сверлишь, вставку и варишь. Напасно, конечно, с газом варить. Да. Я бы на такое не решилась, конечно. Путин. Путин. Включи свет. Я стою, жду, когда они включат. Он дальше продолжает. В общем, Саша посмотрел машину, сказал, что что-то с аккумулятором связано. Поедет сейчас на моей машине, посмотрит. В общем, надеюсь, ничего страшного. Как сказала, да, Саша там залез, посмотрел. Сегодня поедет на ней, на моей машине на работу, посмотрит. Ну, аккумулятор это сто пудов, потому что так это, я не знаю, вроде ничего не оставляла включено. Он говорит, может, я что-то включенное оставила, свет или еще что-то. Вроде ничего. У меня все на автоматик там стоит, и все как бы нормально было. Ну, посмотрим. Поедет, посмотрит. Он говорит, надо подзарядить ее, оставь. Говорит, пусть работает. Говорит, я говорю, ну ты что, здрасте. Я говорю, я понимаю, что мы не это, нигде там, ну, что не в России, что-то так просто не угонят. Но все равно оставить. Да что ты, мошка опять. Ну, вот так просто оставить машину, нет. Надеюсь, все нормально. Ну, сто пудов. Это он там пострел какие-то, загорелись там штучки эти. Он говорит, это сто процентов с аккумулятором связано, что. Ну, он завел ее, все, сейчас без проблем. Так она, ну, завелась. Вот так вот. У меня зрение укрепляется к телевизору. Я зрение приближается к телевизору. На сегодня я с вами попрощаюсь. Вот такое вот видео получилось, потому что, ну, сегодня, как сказала, я себя не очень хорошо чувствовала, поэтому толком ничего не записывала. Если честно, я хотела себе сделать выходной. Ну, по привычке, в общем, тянет меня к камере, надо мне записать что-то. Мне как-то гложет, что я вот ничего не записала вам. Вот так вот. Ну, на сегодня я с вами попрощаюсь. Надеюсь, завтра будет уже лучше мне. Всего вам хорошего, хорошего вечера. Не болейте, самое главное. И пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok